8 управляющих компаний региона на данный момент не смогли сдать экзамен. Об этом рассказали профильные чиновники на совещании, посвященном теме лицензирования коммунальных организаций. 194 управляющие компании получили добро на осуществление деятельности, но уже 8 отказали. К тем, кто пытался сдать экзамен, выдвигались определенные требования. Регистрация на территории Российской Федерации. Второе – это наличие квалификационного аттестата, который выдается по итогам квалификационного экзамена. Отсутствие у должностного лица соискателя лицензии неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Это отсутствие дисквалификации у руководителя. Между тем, общественники считают, что требования недостаточно серьезные и предлагают значительно расширить их список. Например, сегодня в законодательстве упущен вопрос выдачи лицензий компаниям-должникам. Общественники предлагают отказывать в лицензировании тем организациям, у которых есть задолженность перед поставщиками ресурсов более трех месяцев, а также ограничить количество попыток сдать экзамен до двух раз в год. Кроме того, представители общественности считают, что нужно законодательно увеличить срок, на который управляющие компании заключают договор управления жилыми домами. Нужно хоть какую-то среднесрочную перспективу планирования деятельности иметь. Мое предложение, что срок должен быть не менее двух лет, от двух до пяти. Тогда уже хоть какое-то, ну не знаю, среднее, но краткосрочное планирование все-таки деятельности возможно. И возникает ответственность за него. Ну и самой главной, пока не решенной проблемой, сегодня остается выявление организаций-нарушителей, которые меняют название. Такая практика, когда управляющая компания, не получив лицензию, просто оформляет документы заново, в Саратове весьма популярна. Продолжение следует...